здравствуйте дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва сегодня мы рассмотрим главу мишпатим где есть упоминание о еврейском рабе написано про него если купишь раба еврея пусть он служит шесть лет а на седьмой год он должен стать свободным без выкупа если он пришел один пусть один и уходит если женат то пусть вместе с ним уходит его жена знаете что у многих предложений из стихов торе есть немножко иносказательный смысл очень часто каббала основываясь на простом тексте объясняет нам очень высокие возвышенные причины мироздания а иногда объясняет нам причины нашей супружеской жизнь снова взвозьмем эту фразу то перед нами вдруг встает какой-то раб и его жена какая-то еврейская душа и ее половинка которую стоят перед богом и бог благословляет говорит вы будете в этом свободном мире где-то там внизу в мире испытаний обмана который называется свободным вы будете мужем и женой вы спуститесь в этот мир если вы найдете один другого а спускаясь в этот мир облечетесь другие тела родитесь в разных местах и найдете один другого это будет непростой путь потому что есть еще другой человек который выйдет один потому что он пришел один потому что ему предназначено спуститься в этот мир без своей половинки и мы должны с вами вернуться назад наше детство в рождение человека написано плохо человеку быть одному когда мы рождаемся мы получаем божественную душу мы получаем животную душу животная душа входит в нас сразу при рождении божественная душа входит в нас поступенно первая часть при рождении вторая часть во время еврейского совершеннолетия у мальчиков 13 лет у девочек в 12 когда мы полностью уже казалось бы совершенные люди мы вспоминаем что это совершенство говорит не о совершенстве то есть пока мы не соединимся с нашей половинкой в этом мире наша великая огромная божественная душа не сможет функционировать и давать рост поэтому в жизни очень важно найти свою половинку как мы уже сказали все души спускаются вниз из источника из их корня в виде пар они одеваются в тела не естественно разделяется и живут в разных местах и по габале единственная заповедь которая подчиненная судьбе это звук то есть найти свою пару проще говоря в мире есть бродячий тушек знаете такие блуждающие звезды которые соединяясь получат новое назначение строить всевышнему дом но встретить свою половинку сразу очень тяжело нужно очень сильно попотеть а иногда получается что люди расходятся более того потом женится второй раз и мы понимаем что ши дух как называется ши дух соединение двух сердец это не просто так и как написано в книге зор есть всегда какое-то право выбора то есть человек который ищет себе жену он может их сразу не получить то есть ту которая его предназначена судьбой он получает ее не сразу потому что у него недостаточно заслуг потому что его жизнь это сплошной балаган а иногда он и сам этого не хочет а когда он спохватился в назначено ему время он это не использовал она уже была на время отдана другому человеку в кабале рассказа что это другой человек это какая-то еврейская душа которая как написано в главе мишпатим приходит одна и выходит одна и у нее есть задача исправить вот эти две души с одной стороны он берет мне свою половинку с другой стороны он заставляет предназначенные половинку в данном случае мужскую сделать покаяние сделать исправление и поэтому чтобы объяснить это судьбоносно или это подчинено праву выбора любавического говорит что у человека есть право выбора достигнуть цели сразу или потом то есть право выбора не исключает судьбу и поэтому в тот момент когда мы начинаем искать свою половинку мы должны очень хорошо постараться должны помолиться же использовать весь святой ресурс который дал нам бог и когда мы и находим мы должны вспомнить фразу которая написана в книге куэлит нет ничего нового под солнцем то есть душа которая вот сейчас предназначена мне я приговариваю и быть моей судьбой я говорю что она не новая она моя вы были когда-то там в том мире наверху мы стояли перед богом и он приговорил нас судьбой быть вместе на этом месте я хотел бы рассказать очень такой мистический рассказ про давние времена про период великого мудреца основателя цифатской кабалы и лурианской кабалы она названа его именем раб ицкак лурия ашкенази у которого его ученик его хасид попросил благословение для нахождения спутника жизни он попросил у него раби уже много лет мне уже сорок лет я не нахожу спутника жизни мы знаем что когда люди доходят до определенного возраста при этом они остаются религиозными людьми верующими людьми есть что-то в этом мире что закрывает им вот это вот соединение ризель посмотрел на него и сказал твоя половинка в александрея это молодая девушка но ты поедешь к ней домой и сосватаешь ее и родители будут за он поехал случилось все как сказал его раби родители согласились сыграли свадьбу девушка была прекрасна они прожили чудесно три месяца после трех месяцев эта девушка умерла трагедия которая постигла эту семью этот дом была неимоверная ученик спросил у раби раби за что почему было много вопросов аризель остановил его и сказал смотри очень много лет тому назад у тебя был компаньон мы открывали пекарню говорит да 20 лет тому назад мы с компаньоном открыли пекарь аризель спросил вот чем это закончилось великим разочарованием мы проработали недолго и как это говорится на нашем современном языке он его кину чем кинул очень жестко человек остался с долгами он проклянул все он проклянул тот день когда они он вошел в союз с этим человеком прошло много много времени пока он наклимался отошел и аризель говорит скажи пожалуйста сколько времени шло вот это ваше сотрудничество три месяца сколько денег ты проиграл вот я проиграл пять тысяч динаров это была огромная сумма теперь вспомни пожалуйста сколько ты прожил вот со своей молодой женой он говорит три месяца сколько денег ты получил в приданное и тут вдруг сказал пять тысяч динаров и аризель сказал ему вот это девушка которая была предназначена тебе она была переселение той души твоего компаньона который умер и потом его душа зашла вот в эту девушку вы соединились и вот таким образом тебе вернули с небес эту сумму а теперь причина почему столько лет ты не находился дух ты не простил ты не простил этого человека а как известно каждый день когда еврей отходит ко сну он говорит молитву прощение он прощает каждому еврею который нанес ему ущерб финансовый или ущерб моральный в этом мире и в мире грядущем написано все дури молитва перед сном кришма перед сном ариза говорит несмотря на это ты не простил поэтому твой шедух задержался на много лет а сейчас все что было нарушено уже исправлено поставлены точки надо всем сейчас тебя ждет истинный настоящий шедух мы с вами когда слушаем этот рассказ мы задаем вопрос известно что души имеют пол это очень важный момент обычно мужская душа переселяется мужскую душу женская в женскую но есть исключение есть такие божественные операции небесные канцелярии которые нарушают вот этот вот момент тем самым исправляя какие-то вещи в этом мире мы видим с вами что в данной ситуации это как пример того что происходит в мире почему в этом мире очень тяжелые вот эти все соединения душ и почему написано что для всевышнего тяжелые соединения душ как раскрытие красного моря потому что мы находясь в этом мире глядя на какие-то казалось бы несправедливые вещи мы не знаем что нету без вины виноватых нету несправедливости и как пишут наши мудрецы когда придет машиах мы поймем и увидим и узнаем а все эти рассказы они даны нам для того чтобы немножечко дотронуться до таинства небес шалом шалом